В пределах дома. Для выпускников этого года доступна онлайн-подача документов при поступлении. Как сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, суперсервис «Поступление ВУЗ Онлайн» был усовершенствован и взаимосвязан с порталом госуслуги. Поддержка от государства. Владимир Путин подписал указ о денежной выплате семьям участников СВО. Так, семьи сотрудников МЧС, погибших при исполнении обязанностей в зоне СВО, получат выплаты в размере 5 миллионов рублей. В случае ранения установлена выплата в 3 миллиона. Указ вступил в силу с момента подписания. Спортивный край. С 15 июня на территории региона будут проходить бесплатные тренировки в рамках регионального проекта «Тренер нашего двора». Как сообщили в Краевом Минспорта, из 157 поданных заявок экспертная комиссия определила 117 победителей из 38 муниципальных образований Пермского окрая, Соликамск в этом числе. Все тренера получат оборудование и инвентарь для проведения бесплатных занятий для населения на сумму до 30 тысяч рублей. Значимое событие. 24 мая состоялся запуск космической ракеты носителя «Союз-2.1А» с грузовым кораблем. Свидетелями события стали школьники из Прикамья, которые занимаются в Космо-Квантуме детского технопарка «Кванториум» и воздушно-инженерной школы «Консад», а также активные участники и призеры ракетостроительного чемпионата «Реактивное движение Госкорпорации Роскосмос». Делегацию на Байконур возглавлял губернатор Дмитрий Махонин. Новое место. 1 июня в выставочном комплексе казначейства Соликамского краеведческого музея пройдет презентация проекта «В поисках вестника». Идея проекта ведет к соликамским изразцам, основной сюжет которых – птицы. Уникальная и неповторимая птица-оглядыш, оглядываясь назад, ждет.